Продолжаем выпуск. Америка не будет возвращать в Кубе территорию военно-морской базы Гуантанамо, несмотря на то, что это одно из условий кубинцев для нормализации отношений. Помимо Гуантанамо, Рауль Кастро включил в список снятия торгового эмбарго и исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. США за нормализацию отношений с Кубой, но возвращать военную базу не намерены. По словам представителя Белого дома, данная позиция Кубы лишь затягивает дипломатический процесс. Расположенная на базе тюрьма является предметом споров международных правозащитников уже 13 лет. Президент США Барак Обама неоднократно призывал Конгресс закрыть ее. По мнению главы Белого дома, Гуантанамо ослабляет национальную безопасность и вредит дипломатическим отношениям с ключевыми союзниками. Президент Барак Обама по-прежнему намерен добиваться закрытия спецтюрмы до террористов на базе Гуантанамо и продолжит для этого дискуссии с Конгрессом. Но это не означает, что база тоже должна быть ликвидирована. Напомним, ранее на саммите сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна президент Рауль Кастро озвучил главные требования кубинской стороны к США для нормализации отношений. Это возвращение территории, на которой находится американская военная база Гуантанамо, снятие торгового эмбарго и исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. Восстановление дипоотношений – это старт для процесса нормализации двухсторонних отношений, но это не будет возможным, пока блокада сохраняется. Пока они не дают нам вернуться на территорию, незаконно отведенную под базу Гуантанамо. Строительство американской военной базы Гуантанамо началось на Кубе в 1903 году. Тогда США арендовали примерно 72 квадратных километра территории в заливе Гуантанамо, в 30 километрах от одноименного города. Нынешний статус базы регламентируется договором 1934 года, по которому Вашингтон обязался платить Гаване чуть больше 4000 долларов в год. Соглашение является бессрочным и может быть расторгнуто, цитата, «только по обоюдному согласию сторон, либо при нарушении условий аренды», конец цитаты. Аренда осуществляется на правах экстерриториальности, то есть на Гуантанамо не действуют кубинские законы. Однако после победы революции 1959 года Куба ни разу не приняла полагающиеся ей платежи. А после появления в 2002 году на территории Гуантанамо тюрьмы кубинские власти безуспешно пытались расторгнуть договор и добиться эвакуации базы, аргументируя это нарушением условий аренды. Асет Тулыбаев, Диана Алишева.